Здравствуйте, мои дорогие! Продолжим с вами занятие. На прошлом уроке мы с вами познакомились с посадкой, постановкой рук и настройкой гитары. Сейчас перед нами стоят две задачи. Первая – это изучить нотную грамоту и расположение нот на грифе при помощи изучения известных нам популярных мелодий. Вторая задача – это знакомство с аккордовой техникой, то есть это пение под гитару. Приступим к изучению нот. Существует нотный стан, он из пяти линейчик, и нотки располагаются на нотном стане на первой линейке, между первой и второй, в общем, на линейках и между линейками. Нот названий всего семь. Вы все прекрасно их знаете с детства. Это до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Но звуков у нас очень много. Существуют низкие звуки, средние, высокие, очень высокие. Так вот, названия нот семь, но они каждый раз, с каждым разом на новой высоте повторяются. Таким образом, у нас есть такое название – октава. Вот это повторение семи нот на каждой новой высоте называется октава. На гитаре у нас самая низкая – это малая октава. Высокая – это третья октава. Так вот, мы начнем знакомиться с нотами веселой гусь-пьесу. Начнем изучать с этой пьесы. Так вот, такая шпаргалочка есть. Вот такая шпаргалочка и такой лисочек есть у вас всех. Мы с вами сейчас возвратимся к первоначальным занятиям и вспомним все наши занятия. Так вот, здесь струны обозначены в виде нотного стана. Вот верхняя у нас написана первая струна, далее вторая струна, третья, четвертая, пятая, шестая. Дальше. Это у нас лады. Лады – это расстояние между порожками. Вот этот толстый порожек – это верхний порожек на гитаре. Дальше металлические порожки нарисованы. Вот они у нас на гитаре – металлические порожки. Ну и ноты изображены. Да, наверху римскими цифрами написано первый лад, второй, третий, четвертый, пятый. Так вот, мы сначала изучим ноты на первых трех ладах. Эти первые три, значит, на первых трех ладах эти нотки вот внизу есть у вас, посмотрите, здесь вот мелко, не совсем видно, наверное, на экране. Но у вас у всех на бумаге эти листочки есть и нарисованы. Вот этот звукоряд от ми малой октавы до соль второй октавы нарисован на нотном стане в конце листочка. А здесь они расположены, как на грифе находятся. Таким образом, вы, в принципе, можете даже и сюда смотреть, искать, где находится каждая нотка. Но я вам предлагаю, вы должны уметь и в развернутом виде это нахарить, и вот так вот по звукорядам. А теперь приступим к веселой гуси. Произведение всегда открывается скрипичным ключом. Вот он у нас нарисован. Скрипичный ключ – соль. Называется. Есть еще басолый ключ – фа. У нас скрипичный ключ – соль открывает веселую гусь. Дальше стоит дробь – 4 четверти. Это размер такта. Верхняя циферка говорит, сколько долей в такте, а нижняя циферка говорит, сколько длится каждая долька. Четвертная длительность будет. Я в дальнейшем еще расскажу об этом. Сначала мы сейчас вернемся к ноткам и посмотрим. Первая нотка у нас нарисована между первой и второй линейки на нотном стале. Линейки считаются снизу вверх. Раз, два, три, четыре, пять. Вот нотка фа. Я уже ее назвала. А теперь посмотрим, найдем ее. Циферка три – это цифра, означает наши пальцы левой руки. Дальше. Смотрим между первой и второй. Еще подсказочка. Пальцы наши совпадают с ладами. Значит, цифра три пальцем третьим мы нажмем на третьем ладу. Тогда мы уже не все здесь смотрим, потому что здесь все так-то разбросано и страшно, да? А мы посмотрим только третий лад. Вот этот вот третий лад. Третий лад. И найдем эту нотку. Посмотрели, нашли. Вот она, да? Нотка фа. Нотка фа на третьем ладу. Дальше идем по нотному стану, смотрим. Четвертая сторона. Таким образом я играю. Третий лад на четвертой стороне. Как помните, на прошлом занятии я показывала крючочком, близко к ногтю, близко к нижнему порожку, зажала подушечкой и сыграла большим пальцем. Аппояндо. Итак, послечим каждую нотку. Следующая нотка у нас на первой линейке. Нотка ми. Ми вторым пальцем. Значит, второй лад. Второй лад это у нас, вот она нотка, да? Снова идем по нотному стану. Это четвертая струна. Значит, эта нотка тоже на четвертой стороне. Я нашла нотку на четвертой стороне и сыграла ее опять большим пальцем. Следующая нота у нас третья. Написано ноль. Значит, мы уже ищем не на ладах, а на открытой струне. Ноль это открытые струны названия. Смотрим такую же нотку под первой линейкой нотного стана. Вот она у нас, да? Тоже четвертая струна. Берем и играем ее. Четвертая струна. Сыграли, познакомились. Вот весь... Ах, нет, еще последняя нотка у нас четвертая на дополнительной линейке. Вот она у нас. Нашли ее. Тоже написано три цифры. Значит, на третьем ладу. Пожалуйста, третий лад. Вот она, спустились, да? Нотка до на пятой струне. Тоже ее играем. Сыграли. Ну, а теперь сыграем еще раз. Фа, ми, ре, до. Вот четыре ноты, которые мы нашли. Вспомнили, да? Дальше продолжим. Второй так. Это открытые струны. Ноль написано. Теперь смотрим на второй линейке. Что это за струна? Просмотрели и нашли. Это открытая третья струна. Хорошо. Сыграли. А, вернусь. Значит, они не закрашены у нас. Были закрашены, это четвертные по длительности ноты. Не закрашены, это половинные ноты. А половинные длятся в два раза длиннее. Значит, мы играем нотки соль в два раза длиннее. Раз, два, три, четыре. Ну, а теперь соединим этим два такта. Фа. Это будем считать давайте со счетом. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И дальше опять повторяем эти же два такта. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот таким образом мы с вами сыграли сейчас всю строчку. Потому что, я вам еще раз напомню, вот эти два такта мы разобрали. Это называется предложение. Поставили галочку. А предложение что это в русском языке? Предложение это законченная мысль. Так вот, мы сыграли эти два такта. Мысль закончилась. Дальше следующие два такта. Посмотрели на них, а это оказывается то же самое. Ну вот, мы с вами сыграли всю строчку. Пожалуйста, посетите, поучите. Те, кто еще не знаком, поиграете. Ну, а кто знаком, вы, естественно, все это повторяете. А дальше вторую строчку мы продолжим на следующем занятии. Всем до свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.